Мы вечно вместе в Фонд Национальной Библиотеки Республики поступила новая книга. Ее авторы – наши земляки, ныне живущие в Санкт-Петербурге. Народная мудрость гласит, кто не знает, не помнит свою историю, своих предков не имеет будущего. Именно этим руководствовались Виталий Золотов и Валериан Гаврилов. Авторы новой книги давно уже живут в Санкт-Петербурге, но не потеряли связи с Республикой. Чувашское общество во всей России и за границей развивается, занимается, много работы проводит, но, к сожалению, подводит итоги и не показывает, чем они занимаются. Нам всегда говорили, что нету чувашей книги, не выпустили. Поэтому, выполняя этот наказ, мы выпустили и сдали книгу. Называется «Мы вечно вместе». По словам Валериана Гаврилова, инициатива написания такой книги принадлежит председателю Совета старейшин Виталию Золотову. Она состоит из трех частей, в каждой – свои временные рубежи. Первая рассказывается о наших уроженцах, составивших славу российского государства. Во второй представлена 95-летняя история чувашского землячества в Ленинграде. Третий – о нашем времени. Конечно, мы начали с самых великих, знаменитых чувашей, независимо от какого года. Это Егоров Петр Егорович Зотчий, это Крылов Алексей Николаевич, это Кокель, это Бичурин, это Яковлев, который встречался в Санкт-Петербурге с императором. Вот они создали общество в 1925 году, а мы нашли в архивных документах в 1927 году отчет о работе этого чувашского общества. С этого архива и началась кропотливая и долгая работа. Издание получилось насыщенным, наполненным интересными фактами и событиями из жизни чувашского землячества. Авторы книги отмечают, что книга будет памятником удивительно талантливым, мудрым и порядочным сынам родной Чуваши. О них забыть мы не можем. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.